Ребят, всем привет! Сегодня у нас вот такое будет интересное видео Два крузака Один стоковый, другой подготовленный Подготовленный не абы кем Сервис 4х4 ВРН Владимир И вот, собственно, Владимир Сегодня будет рассказывать Чем отличается вот этот Вот этот зверюга, ну это реально зверюга Вот мы его сейчас сегодня уже потестили Мы уже покатали на горках, покатали на диагоналках Покатали в песке Машина едет просто вот, вообще она не останавливается Она вот сейчас Равняла грунт Володь, тебе слово Ну, в первую очередь Что нужно внедорожнику Это проходимость Проходимость обеспечивается В основном из-за Размера колес В первую очередь, да, это чем больше колеса Ну, тем, как говорят, дальше идти за трактором В данный момент У нас на этой машине Колеса установлены Врандлеры Производство Гудьер Модели Кевуар Это МТ-резина Она 35-го размера На 18-е диски Это чистокровная американская резина В последнее время Мы, довольно-таки, широко ее Ну, возим и устанавливаем на внедорожники Показывает тонкие, хорошие характеристики по асфальту По бездорожью В данный момент Это хорошая, универсальная резина Для любого путешественника Вопрос следующий Как впихнуть большое колесо? В первую очередь, да, это можно добиться Во-первых, это лифт-подвески Задача на этой машине стояла Максимально Максимально Сохранить ее штатность Поэтому мы решили здесь Пойти двумя способами Мы, как бы, сделали сам лифт-подвески Да Мы установили австралийскую подвеску И мы сделали боди-лифт-кузова Боди-лифт-кузова Когда мы поднимаем сам кузов над рамой Устанавливая специальные проставки Тем самым мы получили Тем, что у нас лифт-подвески 5 сантиметров И боди-лифт-кузова 5 сантиметров То есть мы от штатной машины Просто Вот даже без колес Мы уже ее приподняли на 10 сантиметров Одного лифта мало Все равно колеса будут цеплять Вот эти места Вот эти места Вот эти места Вот здесь При вывороте колес Для того, чтобы этого не происходило Для этого режется арка Как красиво Как красиво закрыть отрезанные части Для этого существуют разнообразные расширители колесных арок Так как мы знали Что нам нужно сделать красивую машину Я бы сказал, что даже уникальную Мы не стали толкаться от дешевых расширителей Которых в принципе много Резиновые Даже есть какие-то штатные расширители Которые предлагают В качестве тюнинга Но они все маленькие Ну приблизительно вот такой ширины А мы изначально делали машину С максимально возможными расширителями То есть это с возможностью В будущем увеличить размер колеса Данные расширители были привезены из Белоруссии Самолично мы с братом ездили Мы нашли людей Которые делают аналоги Расширители Arctic Trucks И мы с ними созвонились Они нам под заказ изготовили Ну и мы как бы решили Не пользоваться услугами транспортной компании Съездить к нашим соседям Повидать как у них там У них там нормально И без нас неплохо живут Вот И вот забрали себе хозяйство Ну сказать, что мы их поставили легко Ну на ихнюю подгонку И установку У нас ушло Вот занимались двое людей Это практически полторы недели Потому что Как бы Может быть там Хорошо или плохо Не были сделаны Да Но как бы Это не УАЗик Да И нам нельзя было Оставлять там Зазоры Там Нисхождение Определенное Поэтому мы Выкладывались Здесь По 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 максималке С металлическим обвесом Тоже была Долгая история В том, что Как бы Автомобиль Да Как бы Не дешевый Не бюджетный Да Это не УАЗик Не Нива Там Не Паджеро Там Первый Второй И Люди Которые Согласны Проводить Подобные переделки Как бы Их мало На самом деле Да Подготовленных Там Двухсоток Их там По всей России Но Можно На пальцах Пересчитать Ну Их мало Их мало Да Там Если возьмем Тот же Ниссан Патрол Их там Тюнингуют Поголовно Попробуй найти Подготовленные Двухсотки Двухсотки Даже Зайди в Google Там Считай фотографии Двух-трех Крузаков И они Просто Их Там Все Друга Копируют И выставляют Да То есть Их мало Реально И поэтому Найти достойный Обвес Тоже На самом деле Было Было Непросто Потому что У нас там Несколько Было Организаций С которыми Мы могли Посотрудничать Но Как бы Это было Либо очень дорого Да Такие как фирма Там АРБ Да Там Цены Просто Космические Да И ждать Пока Это Презут Там Все Специально Для нас Как бы Сроки Тоже Большие Либо Нам Выкладывали Достойную Как бы Стоимость Но сроки Были Просто Там Они Не неделями Не месяцами То есть Мы понимали Что Возможно Придется ждать Полгода Там Больше Ну Потому что Реально Как бы Сложно Связались С компанией КДТ Которая В принципе Уложилась В данные Ну Заложенные Нами Сроки Ну Я не буду Говорить Что они Сделали Все идеально Что каждая деталь Требовала Доработки Передний Бампер Он Не Не совпадал По болтам С внутренним Подрамником Потому что У нас Лебедка Стоит На отдельном Подрамнике Потом На это Все Хозяйство Одевается Бампер И Вот это Все Не подходит Это Плазменная Резка Это Напильник Обычный Советский Который Приходилось Все Дорабатывать И даже У нас В комплекте Должна была Идти Откидная Рамочка Честно Вот Мы Собрались Как-то вечером Всем Нашим сервисом И мы Не поняли Как туда Ее поставить Потому что Вот мы Ее прикладывали И так И сяк И как Она должна Мы в принципе Поняли устройство Но в комплекте Еще должен был Идти Газлифт Или там Газовый упор Его называют Куда Вот здесь Мастырить Мы Как бы Ну мы Ну мы Ну мы Не смогли Понять Потому что Она там Тросу мешает Тонус там Она до конца Не открывалась По светотехнике Мы Не стали брать Профессиональную сервию Потому что На нас Не Ну не стало Таких задач Мы взяли Хороший Китайский бренд Который уже Годами Ну Зарекомендовал Себя Вот Мы И себе На машин Используем И другим Клиентам У них Хороший Класс Пылевлагозащиты То есть Как бы Хорошие Светодиоды Которые Работают Долго Вот Видно Далеко Да Видно Все сбоку И видно Все эти Ямки Овражки То есть Как бы То есть Максимальный Контроль Над дорогой Да На Ты понимаешь Что ты едешь Ты не провалишь И не в яму Там Не в дерево Ни в куст Ни в пенек Не уходишь То есть Как бы Свет Обалденный Но Есть у нас Еще В этой машине Маленький Секрет Начали мы Этим заниматься Совсем Недавно И Это Наш Первый Экспериментальный Образец И Когда Там Первый Блин Комом Но У нас Кома Не получилось Все Получилось Довольно Неплохо Пойдемте Откроем Откроем Багажник О Там Сейчас Интересно Будет Откроем Багажник Во первых Как его Открывать Да Ну тут Используются Ну как Назовем Типовые Застежки У каждых Производителей Они Ну Вид у них Как бы Разный Но Суть Как бы Одна Я их Называю Там Фляжная Застежка Как в советском Время Фляга Там Да Там Мы закину Застежку Ручкой Придавливаем Здесь В принципе Тот же Самый Принцип Отстегиваем Одну Калитку У нас Удерживает Газлифт Или Вот опять же Намаялись Мы с этими Газовыми Упорами Потому что Опять же Все 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 Не подходило Они в комплект Доложили их Но Ни снизу Ни сверху Не подходили Их не штатные Да Прошлось их штатные Как бы отложить Подобрать От русского Автопрома Ну как бы Не без этого Да Ну и все В принципе Пока неплохо работает Ну что Открываем Да А что мы тут видим Мы тут видим Большой Большой спальник Да Полноценный Сейчас матрас Уберем На травку Вот Какие нюансы Мы здесь Как бы Решали Да Максимально Использовать Все полости Да То есть Как бы У нас Ящики Сделать максимально Большими Но Те Ниши Которые Остались Их Все равно Максимально Сохранить Ящики Открываются Легко Здесь установлены Специальные Салазки Салазки Имеют Имеют Газовый упор И Магнит Для чего это нужно Что Когда мы Задвигаем Ящик У нас Захватывал магнит И газовый упор Его задвигает Мы Их установили Для того Чтобы Не иметь Дополнительных Креплений Ящиков Чтобы Можно было Двигаться Даже с открытым Бортом И ящик На ходу Сам не Открылся То есть Он имеет Такую Поддерживающую Систему Салазки Штатные Продаются Они В любом Мебельном Магазине Они Не дешевые Но Они С нас Сняли Очень Много Нюансов Которые Нам Пришлось Решать Здесь Недорого Сердито Смотрится Неплохо Имеются Дополнительные Ниши Одна Ниша Сейчас Ящики Давай Осмотрим Полностью Ящики Один Ящик У нас Вот Второй Ящики Глубокие То есть Можно Но Много Что Тут Разместить Можно Струмент Положить Можно Канистра С маслом Может Другую Продукцию В стеклянных Бутылках Места Довольно Много Ниши Дополнительные Одна Ниша С одного Края Человек Запаслив Видите Ездит В путешествии Роллтон Всегда Приходится Есть Вторая Ниша Дальше У нас Один Большой Ящик Внутри Установлен Сделаны К нему Две Крышки Одна Крышка И там Вторая Крышка Чтобы Полноценно Открыть Нужно Чтобы Передние Сидения Отодвинуть Вперед Что мы Сейчас И сделаем Мы Складываем Одну Секцию Сиденьев Складываем Другую Секцию Сиденьев Это у нас Специальная Перегородка Которая Закрывает Расстояние Которое У нас Есть Между Сиденьями И спальником Для чего У нас Это Расстояние На На данных Сиденьях У нас Есть Опция Откинуть Спинку Назад Для удобства Задних Пассажиров Поэтому Нам Необходимо Было Сохранить Разрыв Для того Чтобы Сиденья Откидывались Назад И поэтому Мы Придумали Такую Штуку Которая Откидывается И Получается Как бы Вполне Ровная Поверхность Если Спать На матрасе Или Даже В спальнике То По дальнейшему Переднее Сиденье Расстояние Получается Большое Но Здесь У нас Как бы Свес Но Я Здесь Умещаюсь В принципе Но Если Буду Спать По Диагонали Как бы Мы Делали По По Габаритам Владельца Машин Но Здесь Умещается В полный Как бы В полный Рост Пойдем За руль Пойдем За руль Так Здесь Сердито Опять же Когда мы Понавешивали Всего Оборудования Стал вопрос Куда Размещать Все Его Управление Так Как Место Как Понимаете Сверлить Здесь По сути Как бы Негде Да и Дорого Очень Да Как бы Ошибка Может Очень Сильно Ударить По карману Потому Что Ну Потом Это Прилет Что-то Как бы Запаивать Отделывать Мы Решили Как бы Самостоятельно Заготовить Вот Такую Панель Сделали Мы Из Стекловолокна Отдали Нашим Товарищам Они Обтянули Кожей И разместили Основную Панель Управление Здесь Где У нас Мы Видим Есть Управление Света Это Пять Клавиш Где У нас Это Задний Свет Боковой Свет Люстра На Экспедиционном Багажнике Люстра На Бампере И Светодиодные Прожектора На Бампере Это У нас Пневматический Сигнал У нас Тут Два Режима Сигнала Мы У нас Как бы Штатный Если Мы Его Переключаем Клавиши У нас Получается Пневматический Сигнал А Это У нас Пневмосистема То Здесь Штатно Под капотом Установлен Компрессор Пневматический В бампере У нас Спрятан Ресивер Воздушный Максимальное Давление У нас Там Реле Стоит На 8 атмосфер На 8 атмосфер И Идет Развязка На Пневмосигнал И На Пневмоблокировки Управление Пневмоблокировок Вот там Надо Левой коленкой Вы Видите Мы Установили Рядом С Включением Центрального Дифференциала Чтобы Все Было В Блокировки Установлены Фирмой Рубы Как бы Мы Изначально Отталкивались От Надежной Продукции Мы понимаем Что машина Ездит Далеко И Как бы Ну Вот эти Мелкие Там Поломки Которые Могут Возникать Они Они Неприемлемы Да То есть Мы Изначально Как бы Ну Прорабатывали Да Там Запчасти И Постройку Машины Так Чтобы Чтобы Это В первую очередь Было Все Как бы Надежно Ну И Выглядело Как бы Все Эстетично Чтобы Это Как бы Ну Машина Опять же Как я Я Начинал Разговор Как бы Не УАЗик Не Нива Не дешевая И Хотел Все Выполнить В том Жеком Стиле Твою Твою Мать Коля Коля Не газуй Что Ты Творишь